Друзья, 18 декабря в 19.00 я проведу онлайн мастер-класс Фокус на результат Как подвести итоги и спланировать будущий успех Поговорим о том, как правильно делать анализ прошедшего года Как это превратить в трамплин для прыжка в 19-м Как сформулировать задачи таким образом, чтобы они были амбициозными, но реалистическими Как превратить фантазии в реальные задачи и завершить успешно их выполнение Для всех, кого интересует это, переходите по ссылке и подписывайтесь Вы получите приглашение на вебинар Я жду вас 18 декабря в 19.00 Спорт это тоже своего рода организация Как и любой бизнес То есть, чтобы выжить, тут нужно создавать прибыль Нужна цель и понимание, зачем вы существуете Для успеха нужно сперва потерпеть неудачу Например, что нужно делать, чтобы стать лучше как лидер Как привлекать обратную связь Как раздвигать границы и выходить из своей зоны комфорта Люди не обязательно должны быть уравновешенными Но в команде должен быть баланс Если слишком много работать над своими слабостями То получишь просто усиленные слабости Первое, о чем мы поговорим, будет явление Которое психологи называют предвзятость результата Если хочешь кого-то улучшать, надо понять, с какой стороны к нему подступиться Направьте свои амбиции на задачи, а не на карьеру В футболе все голы важны, но не все они важны одинаково Если ты бежишь в нескольких метрах от действующего чемпиона мира Ты скорее всего подумаешь, а ведь и я мог бы этого добиться Предположим, он купил айфон Что это значит? Это значит, что поле битвы для лего уже не рынок игрушек Теперь поле битвы – детская комната Ты решаешь для себя, что хочешь чего-то добиться И отсюда растет дисциплина Друзья, это самый дорогой контент на ютюбе Мы на Global Inspiring Forum И у нас в гостях Расмус Анкерсон Хай Расмус, скажи, пожалуйста, какую ты основную миссию видишь для себя на этом форуме? Для меня это прекрасная возможность познакомиться с ведущими украинскими бизнесменами На высоком уровне И, надеюсь, я вдохновлю их Позволю им по-иному взглянуть на те темы, которые прозвучат в моем выступлении Сам я все время ищу новые источники вдохновения Мне нравится знакомиться с новой культурой С бизнесменами из разных стран Я думаю, что здесь у меня будет прекрасная возможность Поделиться результатами моих исследований Некоторыми интересными находками с лидерами украинского бизнеса Скажи, пожалуйста, какой главный спортивный опыт и навык Который был с тобой успешно реализован в бизнесе? Спорт – это тоже своего рода организация Как и любой бизнес То есть, чтобы выжить, тут нужно создавать прибыль Нужна цель и понимание, зачем вы существуете Чему я не так давно научился в футболе Это тому, как использовать большие данные и аналитику Чтобы принимать лучшие решения Как мне кажется, ровно то же самое происходит в любой организации Независимо от отрасли Сейчас нужно думать о том, как использовать данные Для улучшения принятия решений Чтобы повысить вероятность успеха в деле Которым мы занимаемся Как ты считаешь, какое основное преимущество Бизнесмена-спортсмена Над бизнесменом-не-спортсменом Который не связан со спортом И не использует спорт в ежедневной жизни? В спорте мы как бы 99% времени готовимся А 10% времени соревнуемся В то время как в бизнесе мы готовимся 10% времени А 90% времени соревнуемся с конкурентами Но мне кажется, что бизнес может многому научиться у спорта Например, что нужно делать, чтобы стать лучше как лидер Как привлекать обратную связь Как раздвигать границы и выходить из своей зоны комфорта Как ты считаешь, является ли определяющим выход из зоны комфорта для роста в бизнесе? Если ты растешь, развиваешься Ты должен тянуться к чему-то А это подразумевает дискомфорт Потому что если хочешь достичь какой-то действительно высокой цели И раньше ты этого не делал Для успеха нужно сперва потерпеть неудачу И упав, снова подняться Нужно овладеть новыми навыками А цена для всего этого Психологический дискомфорт Так что, если хочешь оставаться в своей зоне комфорта Никакой цели ты не придешь Это факт Мы будем говорить о людях Надеюсь, я смогу заставить вас немного задуматься Хочу показать вам одну вещь Думаю, вам она знакома Вот она Помните еще ее? Что это? Мой любимый телефон Это Nokia 3310 Ее признавали лучшим телефоном в истории Думаю, в этом зале есть владельцы этой модели Есть ведь? Поднимите руку Если у вас была 3310 Ага Где-то около 70% присутствующих Хорошо Значит, вы помните, что у 3310 никогда не садилась батарея На ней можно было играть в змейку И этот телефон прославился на весь мир тем, что был просто неубиваемым Он был невероятно прочен Можно сказать, что 3310 во многом воплощала принципы бренда Nokia Стойкость, качество, инновации Именно такие продукты, как 3310 превратили Nokia не только в одну из самых успешных компаний на планете Но также и в кейс, который изучают в ведущих бизнес-школах по всему миру Почему я об этом сегодня вспомнил? История Nokia Это также история компании, которая на пике успеха потеряла все Меньше чем за 5 лет ее доля на мировом рынке упала с 50 до 3% И мне кажется, это подталкивает нас к интересным вопросам У многих из вас успешный бизнес Но как вам оставаться на гребне волны? Как не допустить самоуверенности? Как не повторить историю Nokia? Ведь если это смогло случиться Nokia, то может случиться и с вами Я в этом уверен, потому что организация, которая становится успешной, независимо от отрасли Борется не только с конкурентами Больше всего ей приходится бороться с собой Бороться с человеческой природой И мы сегодня еще об этом поговорим Как побеждать в битве с человеческой природой? Как ты считаешь, в каком возрасте начинается формирование этого навыка? Работы именно выхода из зоны комфорта, адреналина и влияния Вот competition на основные жизненные процессы? Я не говорю, что каждый ребенок, приходя в спорт, должен попытаться стать лучшим в мире Потому что так не будет Но я говорю, что глядя на человека, который добился больших успехов в своем деле Мы все же можем чему-то научиться и стать лучше в том, чем мы занимаемся Но я не говорю, что 8-9-летний ребенок должен сосредоточиться только на баскетболе Или футболе И больше ни на что не обращать внимания Просто, когда воспитываешь в себе атлета Ты сначала должен влюбиться в свой спорт Нельзя же влюбиться... Нельзя полюбить что-то, если тебе сказали, что ты должен это полюбить Это должно идти изнутри И на это нужно время Я считаю это главное Вы знаете, ученые говорят, что, чтобы стать экспертом в каком-то деле Требуется 10 тысяч часов практики Но никто же не говорит Так, я добьюсь успеха в этой сфере Все, буду практиковаться 10 тысяч часов Нет Тебе это просто нравится А потом, в один прекрасный день, ты понимаешь Ого, я занимаюсь этим уже 10 тысяч часов Как, с твоей точки зрения, надо подходить к формированию команды? Быть командой очень важно И мне кажется, что залогом того, чтобы стать не просто группой, а именно командой Является понимание В чем вы хороши, а в чем не слишком Какие люди собраны вместе? Я всегда считал, что люди не обязательно должны быть уравновешенными Но в команде должен быть баланс Так что я утверждаю, что люди должны заниматься тем, что у них выходит лучше всего Если слишком много работать над своими слабостями, то получишь просто усиленные слабости Мне кажется, в этом суть построения хорошей команды Каков твой метод основной анализа игры команды? Думаю, понятно, как выглядит хорошая командная работа, а как плохая Но измерить это сложно Также, мне кажется, это зависит от культуры компании Итак, вокруг каких ценностей в компании вы хотите строить команду? Ценности в разных компаниях бывают разными Так что не уверен, что есть какая-то формула хорошей команды Но в своей организации нужно самому решить, на каких ценностях строить команду Надеюсь, я сейчас вас немножко вытолкну из вашей интеллектуальной зоны комфорта И познакомлюсь с отраслями и мирами, с которыми вы, возможно, еще не знакомы Но обещаю, основной принцип тут применим и в вашей отрасли Первое, о чем мы поговорим, будет явление, которое психологи называют предвзятость результата Это явление распространено среди успешных организаций и очень опасно Предвзятость результата — это предположение, что хорошие результаты всегда являются следствием хороших решений и хорошей работы Но это не так Итак, давайте направимся в Северную Англию, в Нью-Кассел Это стадион Сент-Джеймс Парк, родной стадион футбольного клуба Нью-Кассел Юнайтед Раз в две недели сюда приходит 50 тысяч фанатов, чтобы смотреть на игру любимой команды И кажется, что у Нью-Кассела есть все необходимое, чтобы стать очень успешным клубом Есть владелец-миллиардер, болельщики, о которых большинство клубов может только мечтать Но несмотря на это, последние 15 лет Нью-Кассел только разочаровывал Но затем, пять с небольшим лет назад, в 2012 году, казалось, все изменилось Потому что Нью-Кассел сенсационно занял пятое место в английской премьер-лиге, сильнейшей лиге мира Это было невероятным достижением Все ожидали, что Нью-Кассел будет бороться за выживание, а он стал пятым Руководство клуба было уверено, что это начало новой эры в истории Нью-Кассел Юнайтед И что же вы думаете, они сделали? Они заключили с главным тренером и всем его штабом длиннейший в истории нерасторжимый 8-летний контракт И приложили все усилия, чтобы сохранить состав на следующий сезон Потому что ведь так рассуждает успешная организация, верно? Зачем что-то менять, если оно работает? А в следующем сезоне случилось вот это Нью-Кассел едва не вылетел 16-е место Никто не понимал, что происходит Ведь игроки были те же Тренерский штаб тот же Играли даже на тех же стадионах Ничего не изменилось Как могла та же самая команда меньше, чем за год упасть с 5-го места на 16-е? Я попытаюсь ответить на этот вопрос Но вам нужно будет узнать кое-какой контекст Как избавиться от самого слабого игрока в команде? Его надо убрать или его надо вдохновить, попробовать его переделать или дать ему еще один шанс? Такого игрока надо попробовать улучшить А если не получается, от него надо избавляться Да Потому что надо понимать Если ты, как лидер, приемлешь чью-то плохую работу Все увидят, что плохая работа сходит с рук И это станет стандартом Это станет нормой Я говорю о том, что нужно работать с людьми, чтобы они становились лучше А если не удается поднять их до нужного уровня, нужно менять члена команды Как вырастить и поднять среднюю часть команды к более высокому уровню и приблизить его к тим-лидеру? Когда говорят о развитии талантов, обычно имеют в виду 5-10% лучших работников в организации Но реальный потенциал для организации – это развитие тех 70%, которые находятся где-то в серединке Потому что если уровень каждого из них поднять хотя бы процентов на 5 Результат будет намного лучше, чем если значительно улучшить работу 5 или 10% лучших сотрудников Сложно назвать какие-то основные принципы того, как надо развивать персонал Потому что тут все индивидуально Если хочешь кого-то улучшать, надо понять, с какой стороны к нему подступиться, так? Что именно надо улучшать? Как мотивировать человека? А это у всех по-разному Суть мотивации в том, что она нужна всем Чтобы расти, чтобы лучше что-то делать Ты должен быть мотивирован Но это также очень личная вещь Ведь то, что мотивирует тебя, вовсе не обязательно будет мотивировать меня Сколько должно быть звезд в команде? Сколько должно быть лидеров в команде? Не считаешь ли ты, что лидеры конфликтуют между друг с другом? И это вредит команде в целом? Я думаю, что критерий хорошего лидера – это его способность формировать других лидеров Вот что такое хороший лидер Хороший лидер создает лидеров Но в хорошей команде Также должны быть четко разделены сферы ответственности Потому что если нет их четкого разделения И что-то пошло не так Все наперебой бросаются умывать руки Это не моя вина Важно, чтобы лидеров было много Но сферы ответственности должны быть четко разделены Ты когда-то сказал, что лучший тренер – это тот, кто закончил карьеру неудачно и с нереализованными идеями Откомментируй, пожалуйста, это как футболист Порой лучшие спортивные тренеры – это бывшие игроки, у которых остались неудовлетворенные амбиции Например, из-за травмы Потому что они хотят что-то доказать Они были вынуждены многое обдумывать Потому что столкнулись с неудачными обстоятельствами И это их заставило задуматься Как строится команда Как люди добиваются успеха И это в конечном итоге может делать их хорошими тренерами Что бы ты посоветовал себе 20-летнему И что бы ты изменил в своей жизни Если бы у тебя была возможность сейчас Сквозь призму 15 лет Изменить себя с 20 лет Думаю Я бы подчеркнул важность неудач Я бы, пожалуй, сказал Надо больше неудач Вот такой совет Потому что именно так можно чему-то научиться Ошибки приносят больше опыта, чем успехи Проигрывать важно В футболе есть такое выражение Его часто используют журналисты, эксперты, комментаторы Даже игроки и тренеры Они говорят Турнирная таблица не врет Турнирная таблица не врет Имеется в виду, что в конце сезона справедливость возобладает Команда на первой строчке Однозначно лучшая А вылетающие из лиги команды Худшие После 38 игр Это полный сезон Каждая команда получает по заслугам Но не все так просто Меня в этом убедил этот человек Его зовут Мэттью Беннем Он играет на ставках Он убедил меня, что умнейшие люди в футболе Работают не в футбольных клубах Они делают ставки Я говорю не о любителях Которые раз в неделю ставят деньги Чтобы получить порцию адреналина Я говорю о профи О людях, которые делают ставки на основе сложных математических моделей Это самые умные ребята Он один из них Он физик, выпускник Оксфорда Который организовал синдикат для игры на ставках в Северном Лондоне Контору, где сидит 120 аналитиков Которые еженедельно Считают вероятности исходов футбольных игр На этом он разбогател Разбогател настолько, что несколько лет назад Решил купить футбольный клуб За который болел с детства Брэнтфорд Из западного Лондона Там-то мы с ним и познакомились Пять лет назад На тренировочной базе Брэнтфорда Всего в 10 минутах езды от аэропорта Хитроу Тогда Брэнтфорд шел на третьем месте в Лиге 1 Третьей по силе в английском футболе Оставалось сыграть еще пять игр И я задал банальный вопрос Ну как? Поднимитесь выше в этом сезоне Что вам чутье говорит? Такого ответа я не ожидал Он просто на меня посмотрел и очень сухо сказал В настоящий момент шансы на повышение 42,3% Тогда я понял, что повстречался с человеком Который думает об игре совершенно не так Как все, кого я знаю А теперь, дамы и господа Вернемся к славному сезону Нью-Касла Когда тот финишировал пятым И поглядим на результаты клуба Глазами эксперта по ставкам Такой эксперт Обращает внимание На разницу забитых командой мячей И мячей Забитых ее соперниками Давайте посмотрим Нью-Касл финишировал пятым Может сзади там плохо видно Но я прочитаю Он финишировал пятым с разницей мячей плюс пять Это намного хуже, чем у первых четырех команд И хуже даже, чем у шестой и седьмой У них плюс девятнадцать и плюс десять Пятое место с шестьюдесятью пятью очками И разницей мячей плюс пять Говорит о том, что игроки на ставках Называют сверхэффективным распределением голов В футболе все голы важны Но не все они важны одинаково Скажем, Нью-Касл за две игры забил два гола А его соперники шесть Тогда, если Нью-Касл первую игру выиграл 1-0 А вторую проиграл 1-6 Это лучше, чем если он проиграет обе игры со счетом 1-3 При таком раскладе очков дадут больше, хотя разница голов та же То есть команда за сезон забивает какое-то количество мячей Но насколько эффективными оказываются эти голы Тут большую роль играет случай Нью-Касл больше восьми игр выиграл с разницей в один мяч И проиграл больше трех игр с разницей больше трех голов Очень маловероятно, что кто-то сможет повторить такой результат Пятое место с шестьюдесятью пятью очками и разницей плюс пять То есть перед нами неустойчивое явление Еще один показатель для эксперта – разница ударов по воротам Мы знаем, что лучшая команда по ходу сезона будет наносить больше ударов по воротам И будет меньше давать бить по своим, чем худшее То есть разница ударов – это разница между вашими ударами по воротам И ударами по вашим воротам Давайте посмотрим Нью-Касл финишировал пятым с разницей ударов минус 1,4 Это отрицательное значение А у всех соседей в таблице – положительное Нью-Касл явно не на своем месте Ведь соперники в среднем били за матч по его воротам на 1,4 раза больше, чем он Если у вас положительная разница мячей на фоне негативной разницы ударов Это говорит об исключительно высоком уровне реализации Реализация – это сколько ударов закончилось голом А у Нью-Касла в этом сезоне был особенный игрок Его зовут Папис Сесе – их лучший бомбардир 33% его ударов заканчивались голом Это невероятно Лучшим игроком мира в том году был Лионель Месси из Барселоны У него было 20% Приведу понятную аналогию Славный сезон Нью-Касла с пятым местом в таблице Это эквивалент акционерной компании У которой очень дорогие акции И при этом очень низкие показатели удовлетворенности клиентов Один год такое может продлиться Но дольше это поддерживать не выйдет И встает другой вопрос Почему в Нью-Касле этого не заметили? Почему руководство решило заключить с тренером 8-летний контракт Если результаты были маловероятны А в следующем сезоне их почти наверняка ожидало падение Почему они сказали, зачем что-то менять, если оно работает? Думаю, Нью-Касл был ослеплен классическим заблуждением руководителей Предвзятостью результата Это когда думаешь, что хорошие результаты Это всегда автоматическое следствие хороших решений и хорошей работы Или можно еще так сказать Успех превращает удачу в гениальность И понятно ведь же, что это работает не только в футболе Задумайтесь, если компания терпит неудачу Естественно, что ставятся вопросы Почему так случилось? Как можно что-то улучшить? Но если все идет хорошо Мы такими вопросами не задаемся Мы расслабленно ожидаем, что результаты будут сохраняться сами собой Мы не вникаем в нюансы и не спрашиваем В чем же причина нашего успеха? Какую самую большую ошибку ты совершал в жизни, во взрослой жизни? И чего бы ты рекомендовал избежать молодым людям? Я работал тренером в детской академии И должен был выявлять ребят, которые через 5 лет выстрелят И я как-то не заметил парня, который в конце концов многого добился И я не смог этого предсказать То есть выявить талант очень сложно И этим должен заниматься каждый лидер в каждой организации Замечать, находить таланты и помогать им раскрываться Думаю, я научился Я знаю, на что обращать внимание То есть, когда мы ищем таланты Мы все допускаем ошибки Думаю, каждый может рассказать о том Как он не заметил хорошего человека Иногда это связано с внимательностью Иногда с критериями, на которые мы обращаем внимание В общем, это одна из моих ошибок Если говорить о советах для молодежи Мой любимый совет Направьте свои амбиции на задачи А не на карьеру Мне не нравятся планы построения карьеры Не люблю, когда рассуждают Мне нужна эта работа, чтобы потом занять ту должность А оттуда я смогу то и то И они все время отсутствуют Постоянно думают о будущем, а не о задаче, которая перед ними стоит Я считаю, что нужно полностью вкладываться в поставленную перед тобой задачу И если делать это хорошо, возможности появятся Так что я убежден, что амбиции лучше направлять на задачи, а не на карьеру Нас смотрят много профессиональных спортсменов И для многих из них стоит вопрос, как себя реализовать после окончания профессиональной карьеры У тебя это получилось? Что бы ты порекомендовал им во время, когда они еще действующие спортсмены? Думаю, это большая проблема Когда человек завершил карьеру и не знает, что делать Он не понимает, как внедрить свой опыт в бизнесе, к примеру Думаю, любой профессиональный спортсмен должен спрашивать себя Чему меня научил спорт? Что я узнал? Почему добился в нем успеха? Нужно понять, как опыт превращения в успешного спортсмена Можно использовать, чтобы превратиться в успешного бизнесмена Или другого профессионала Использовать этот опыт можно Но это нужно знать А многим спортсменам об этом неизвестно По твоей теории, для того, чтобы воспитать настоящую звезду Нужно, чтобы эта звезда воспитывалась в режиме голода Украина сегодня очень бедная страна А при этом очень много активностей доступно людям Как ты думаешь Как это может повлиять в будущем на людей, которые выйдут из этой страны Как я думаю У украинской молодежи много позитивной мотивации Дело в том, что нужны образцы для подражания Люди, которым удалось то, чего хочешь добиться ты Иногда что-то кажется невозможным Пока не увидишь, что кому-то это удалось Значит и ты можешь Важно, чтобы молодежь поощрялась Чтобы понимала, что мир открыт И полон возможностей Что можно добиться успеха Сейчас многие процессы в мире оцифровываются И людей во многих местах заменят роботы Как ты считаешь, какой основной тренд будет в ближайших 10-15 лет в связи с этим? Мне всегда казалось, что важнее всего уметь учиться Потому что во времена перемен приходится учиться новому То есть самое важное искусство учиться И не ограничивать свой кругозор Не упираться в повседневное И главный навык мышление Ориентированное на быстрый рост Как этому научить людей? Как этому научить сотни тысяч, миллионы людей Которые не привыкли это делать и еще не знают, что им это нужно? Я уже говорил о примерах для подражания Я как-то ездил в Кению, чтобы исследовать ту их знаменитую деревню Откуда родом немало отличных марафонцев Когда я выходил на утреннюю пробежку То видел там трех чемпионов мира Если ты бежишь в нескольких метрах от действующего чемпиона мира Ты скорее всего подумаешь А ведь и я мог бы этого добиться И то же самое в других сферах Нужны образцы для подражания Нужно разобраться За счет чего эти люди настолько успешны в той сфере Которая тебя интересует Поэтому если хочешь быть предпринимателем И слышишь истории о других предпринимателях Ты понимаешь, что они такие же, как и ты Ведь все большие компании когда-то были маленькими И когда образец для подражания есть Уходит вот эта таинственность Ты понимаешь, что нужно сделать Ты получаешь уверенность И это важно, я так скажу Позвольте привести пару примеров людей Которые, по моему мнению, разгадали эту тайну Лего Лего очень успешная организация За последние несколько десятилетий Они только росли Я много с ними работал А несколько лет назад Они добились лучших результатов За всю историю компании Их прибыль была в два раза больше Чем у трех главных конкурентов На рынке игрушек вместе взятых Тогда генеральный директор Йорген Вик Кнутстроп Обратился к команде Молодцы Вы отлично поработали Но у меня есть вопрос Вот его вопрос Если хорошо подумать Вы действительно уверены, что наши конкуренты на рынке игрушек? Подумайте Если 11-летний мальчик идет в магазин и купит не Лего Что он купит взамен? Купит ли он конструктор Мегаблокс От одного из старых конкурентов на рынке игрушек Или же футболку любимой команды Или он купит айфон? Предположим, он купил айфон Что это значит? Это значит, что поле битвы для Лего Уже не рынок игрушек Теперь поле битвы Детская комната А в детской Главный конкурент не Мегаблокс А Apple Давайте сравним показатели роста Лего с показателями Apple Мы сразу видим, что Лего снова выглядят как новичок на рынке Йорген сделал интересную вещь Задал этот вопрос Действительно ли наши конкуренты работают в этой отрасли? Он спросил это, чтобы переосмыслить потенциал компании Он меняет восприятие рынка, говоря Да, ребята, мы на вершине Но оказалось, что это не гора, а холм Потому что настоящая гора там впереди У компании не горит земля под ногами Поэтому стимула меняться и расти нет Но он создает для всех горящую возможность Вот чем мы можем стать Несколько лет назад Кока-Кола сделала похожий ход Победив Pepsi на рынке безалкогольных напитков Завоевав огромную долю рынка Компания спросила А мы действительно боремся именно на рынке этих напитков? Что если мы соревнуемся на рынке всех жидкостей Которые попадают в организм человека? Тогда у нас очень маленькая доля рынка Это значит, что мы снова маленькая компания Которой надо бороться и покорять мир То есть, это вопрос восприятия Кто ты? Толстый кот, который неподвижно лежит на вершине Или мелкий предприниматель Который смотрит вперед и видит, что вокруг еще так много цели Это задача хорошего лидера Создать нужное восприятие Постоянно переосмысливать потенциал компании Чтобы поддерживать мотивацию, раздвигая границы мира И уменьшая собственный масштаб Как ты считаешь, должно измениться классическая система образования? И какая сейчас система образования должна быть для того, чтобы быть более используемой? Думаю, что система образования должна быть ближе к практике Знаешь, в университете мне буквально сразу стало скучно Так что нужно больше практики Например, вместо того, чтобы учиться 4-5 лет Возможно, стоит учиться 3 месяца А потом пробовать применить полученные знания на практике Потом снова учеба То есть короткие интервалы Вместо длинного периода обучения в 5-6 лет Потому что нужно получать обратную связь Чтобы знать, чему ты научился Что работает, что не работает А потом возвращаться за новыми знаниями И снова пробовать их применять Думаю, система образования упускает это из виду Что важнее, знать историю успеха или историю падения? И что более важно, mistakes или go up? Но неудача — это часть истории успеха Мне кажется, когда мы слышим истории успеха Это обычно не такие истории А такие истории То есть неудача — это часть успеха И это не две разные истории, а одна Например, многие лучшие спортсмены В юности не были лучшими Есть соответствующие научные данные 15-летний Роже Федерер не был лучшим Бьерн Борг в свои 15 тоже не был лучшим То есть те, кто становятся лучшими Поначалу отнюдь не лучшие Нужно потерпеть неудачу Получить отказ Нужно взобраться на самую вершину Столкнуться с неприятностями Без этого не станешь лучше В подтверждение тому есть много примеров Вот почему я говорю, что история успеха — это история неудач Невозможно быть дисциплинированным без мотивации Если что-то вызывает в тебе страсть Ты будешь этим заниматься Потому что тебя будут поддерживать эмоции Вот это чувство Ты решаешь для себя, что хочешь чего-то добиться И отсюда растет дисциплина Кто тебя вдохновляет? Кто были ключевые люди, которые тебя вдохновили И которые тебя насытили этими эмоциями? Думаю, такие люди как... Знаешь, вдохновляющие меня люди — это совсем не обязательно Стив Джобс или Марк Цукерберг Обычно это люди, с которыми я постоянно сталкиваюсь Я стараюсь вдохновляться любыми примерами Во время путешествия я познакомился с тренером по бегу С ним было очень интересно Я регулярно встречаюсь с ведущими бизнесменами Стараюсь быть открытым К любым новым знакомствам Когда я был совсем молод Я получил уникальную возможность стать футбольным тренером На постоянной основе Тогда это была большая редкость Был человек, который видел во мне потенциал И предложил эту работу Думаю, если вы посмотрите мое резюме То увидите, что тогда я этого, пожалуй, не заслуживал Еще один человек как-то основал свою газету И когда мне было 20 с небольшим Сделал меня главным редактором И это была возможность Которую я тогда, если посмотреть в резюме Возможно, не заслуживал Так что я многим обязан людям Которые давали мне шанс Возможно, не заслуженно И это на меня повлияло Мне повезло получать Такие возможности Спасибо Спасибо Окей До свидания До свидания